Приветствую вас на Первом Циничном канале и на резервном канале Первого Циничного. Это видео будет выложено на обоих каналах, и на Первом Циничном, и на Любопытном. Друзья, прошу поддержать одно мое, надеюсь, благое начинание. Ну, начну издалека. Не вам мне рассказывать, что на сегодняшний день положение мужчины, особенно в России, это практически рабское положение. Это почти что геноцид мужского населения. Ну, не буду перечислять, по каким параметрам ведется геноцид, в принципе, я это очень много говорил и в сюжетах, да и огромное количество информации. Тут не надо быть, не знаю, каким-то мудрецом, чтобы понимать настоящее положение вещей. Что в результате? В результате появляется мужское движение, ну, как некая реакция на такое положение вещей. Но только матриархат, он объемлет всю Россию. Это миллионы мужчин, которые стонут под этим матриархатом, сами того даже не понимая. То есть, в их понимании это нормально. А мужское движение, вот я его сейчас посмотрел, вообще, как оно представлено в интернете. Есть несколько блогеров мужского движения. Причем это блогеры, скажем так, каждый со своей, ну, завершенной, оформленной позицией. Есть даже уже, ну, некоторые блогеры, которые там пародиями занимаются на этих блогеров. То есть, это тоже неплохо, это тоже разновидность творчества. Короче говоря, это движение полностью оформлено. То есть, есть люди, которые говорят об одном, есть кто говорит о другом. В принципе, все грани освещаются, есть кто их пародирует. То есть, это оформленная структура. И вся эта структура очень малочисленна. Глобально общество не знает ни о каком мужском движении. Вот этот матриархат, о котором мы говорим очень много, он в обществе для основной массы людей матриархатом не называется. Ни о каких шкурах, баборабах никто не знает. И о мужском движении тоже не знает. Нет альтернативы для общества. С другой стороны, можно ли говорить о том, что общество и мужчины в обществе однозначно негативно все отнесутся к этой информации. То есть, вот они такие баборабы упертые, ему скажи, он только бодаться пойдет. Да ничего подобного. В свое время, когда я довольно много роликов размещал на первом циничном канале, я видел, что подписка с новых просмотров у меня очень велика. Если я смотрю даже миллионные каналы с миллионными подписками, соотношу количество просмотров и количество подписки, то получается, что подписчик приходит где-то с каждого тысячного просмотра. Или с каждого пятисотого. У меня получалось подписчик где-то с 50-го, с 70-го просмотра. То есть, большое количество людей, нарвавшись на эту информацию, как говорится, вновь подписывается на канал. Поэтому можно говорить, что информация интересует. Но она не доводится до больших масс людей. И люди существуют просто в неведении. Поэтому, что я хочу сделать? Что это за благое начинание? В эту пятницу, 29 декабря, в 17.00 по Москве, я размещу на любопытном канале, на резервном канале первого циничного, видео. Видео, его содержание для многих из вас будет, скорее всего, первым классом. То есть, ничего конкретного, в смысле, никаких откровений. Это будет видео о мужском движении, о том, почему оно возникло, о том, каким образом нарушаются сегодня права мужчины, о том, что их вообще фактически нет, этих прав, о положении, о статусе мужчины. Короче говоря, это видео будет скорее для внешних, нежели для сторонников мужского движения. Те, кто в мужском движении, те, кто хотя бы знаком с этим термином, они уже знают всю эту информацию, которая будет представлена в видео. Это будет скорее презентация мужского движения. Что я прошу от вас? Поддержать это видео максимально, выпить его в топ. Вот все те блогеры, которые записывают видео в тематике мужского движения, я посмотрел, я посмотрел свои видео старые, я посмотрел, кто что записывает. Ни разу, ни один из блогеров, если не ошибаюсь, если я ничего не пропустил, не перешел отметку в 200 тысяч. У меня было видео, которое набирало где-то по 160 тысяч, но это буквально одно-два видео, 160 тысяч просмотров. У Андрея Водонаева были видео тоже где-то вот в этой области, но, по-моему, 200 тысяч он не перешел. Одно мое видео перешло 200 тысяч, но оно было абсолютно не по МДшной тематике. Я ураган снял из окна, и вот оно-то и набрало там 200 с чем-то тысяч просмотров. Короче говоря, ни одно МДшное видео не набрало больше, даже 200 тысяч не набрало. В топ выходит видео от миллиона. Если видео по тематике мужского движения выйдет в топ, это будет огромный общественный резонанс. Я уже сказал, что большой части общества это будет интересно. Резонанс будет большой. Незамеченным эта тема не останется. По крайней мере, мужское движение выйдет из того информационного виртуального гетто, в котором сейчас находится. Оно перестанет быть обособленным. Поэтому сейчас главная задача выбить видео в топ. Это можете считать, что это обращение не только ко всем подписчикам, но и ко всем блогерам. К тем блогерам, которым интересна тема мужского движения. Разместите соответствующее видео на своих каналах. Попросите поддержки своих подписчиков выбить одно видео в топ. Если вылетит хотя бы одно видео в топ, наберет больше миллиона просмотров, поднимется все мужское движение, поднимутся все каналы блогеров, которые в мужском движении создают контент. Поэтому это выгодно будет всем, в любом случае. Будь то мой канал, будь то чей-то еще канал, каналы потянут друг друга за собой. Потому что и ваши видео будут выдаваться в похожих. Даже к тому каналу, который вылетит. В любом случае, это будет качественное поднятие мужского движения. Качественное изменение его статуса. Поэтому, каким образом можно выбить видео в топ? За год с лишним пользованием YouTube я понял, что лайки и дизлайки влияют на продвижение видео весьма относительно. Но может быть, большое количество лайков как-то и влияет. Чуть-чуть его поднимает. Больше всего на него влияют непосредственно просмотры и комментарии. Поэтому максимум, что я прошу, это писать комментарии к видео. Может быть, я не знаю, честно говоря, может быть годится комментарий плюс или в топ, или же вверх. Может быть, все-таки YouTube каким-то образом отслеживает минимальное количество знаков. И лучше, наверное, все-таки написать хотя бы несколько слов. Поддерживаю идею. Хотя бы вот так. Просто плюсик может не засчитываться в качестве комментариев. А может засчитываться. Не знаю. Вот чего не знаю, того не знаю. Но видео с несколькими тысячами комментариев значительно поднимается. Вот по моей практике видео набирают где-то от 100 до полутысячи комментариев. В среднем. Подъем их, ну, можете посмотреть по каналу. Если видео наберет 2-5 тысяч комментариев, оно в любом случае поднимется. Желательно больше. Поэтому максимум, чем вы можете помочь продвижению видео, это комментарии к видео. И это репосты в социальных сетях. Потому что там, опять же, будут накручиваться просмотры. Опять же, будут комментарии к видео. Не все, правда, социальные сети дают просмотры. По-моему, Facebook вообще не засчитывается. Поэтому самое лучшее это комментарии. На YouTube комментарии к видео. Поучаствуйте в обсуждениях. Комментарий любой. Это не только непосредственный комментарий, это и ответ на комментарий. Засчитывается как комментарий. Видео особенно важно продвижение в первые 48 часов. Поэтому в 17.00, 29-го я его размещу в пятницу. Суббота, и вот до вечера воскресенья его можно продвигать. Обращаюсь к вам за поддержкой. Давайте попробуем выбить хотя бы одно видео в топ. Чтобы вот открыл YouTube без входа там в логин. И, соответственно, там уже это видео было. Действительно, увидите эффект. Эффект будет колоссальный. Все мужское движение в интернете, я имею в виду интернет, часть мужского движения, за все время не добилось того результата, который будет от выхода одного видео в топ. Я сейчас смотрю, что даже центральные каналы по телевидению обращают внимание на более-менее раскрученные видео. Буквально там хоть приколы, хоть что. Еще один момент. Тот же Камикадзе, который или там Навальный какой-то, утверждают, что у них там скручивают лайки, скручивают просмотры. Ну, знаете что? Иногда у меня впечатление, что их правда скручивают. Так вот, посмотришь соотношение лайков, просмотров, бывает впечатление, что действительно скручивают. Вот сейчас мой канал, это не канал Камикадзе, не канал Навального, это незаметный канал. Поэтому на первых порах, если начнем выбивать видео в топ, это будет для Ютуба неожиданно, незаметно. Поэтому видео в топ выйдет. Может быть, потом его и начнут давить. Но мужское движение о себе заявит. И заявит очень громко. И вот это видео, действительно, его выход в топ будет зависеть полностью от вашей активности. Поэтому, ну, не поленитесь, скажем так, за два дня, за двое суток напишите максимальное количество комментариев к видео. Самое приятное, что даже если будут какие-то недоброжелатели, у них нет возможности препятствовать. тем людям, которые будут пытаться вывести видео в топ. Потому что дизлайк, еще раз говорю, он ничего глобально не меняет. Комментарий, пусть он там самый плохой, он только продвигает видео. Поэтому глобально нагадить невозможно. Можно только поддержать. И вот именно с этой просьбой я к вам и обращаюсь.